В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил Центр управления регионом. Оцениваю работу нашего муниципального Центра управления регионом как положительную. В строящемся жилом комплексе живописный открылся детский сад на 130 мест. Хочу вам с уверенностью сказать, что здесь детям будет очень комфортно. Очередной рейд в Видном провели сотрудники ГИБДД. Смотрю вправо, влево, по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил Центр управления регионом для того, чтобы узнать о том, как работают сотрудники и какие вопросы поступают от жителей муниципалитета. Все подробности в нашем первом сюжете. Центр управления регионом работают по всей территории Московской области. Они представляют собой офисы, в которых быстро и качественно обрабатывают актуальные вопросы от жителей, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, благоустройства и многие другие. Филиал по Ленинскому округу посетил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров. Оцениваю работу нашего муниципального центра управления регионом как положительную и будем дальше двигаться к тому, чтобы все обращения, которые мы видим и фиксируем у наших жителей, оперативно отрабатывать. А оперативная и качественная отработка, конечно же, дает и снижение, и удовлетворенность жителями на время реакции на их обращения. На совещании обсудили обращения граждан по разным направлениям. Все вопросы, скажем, связаны с сезонностью. Сейчас, как я уже сказала, это отопление, водоснабжение и вывоз мусора. Также жители очень волнуют этот общественный транспорт. Мы находимся, скажем так, очень близко к Москве. Все работают здесь в Москву. Как удобнее, быстрее добраться, скажем так, к своих рабочих мест. Сотрудники центра осуществляют бесперебойную связь между жителями и правительством области. Все жалобы и предложения поступают на портал Добродел, в единую диспетчерскую службу и в инцидент-менеджмент. После чего их обрабатывают с помощью автоматизированной системы центра управления. Каждый сотрудник отвечает за конкретную сферу. Поступают они к нам в учетные записи, в новые задачи. Далее мы разбираем по исполнителям и по вопросам. Отдельно у нас идут содержания дорог нашими муниципальными службами, либо же частными территориями, застройщиками. Такие учреждения направлены на повышение качества жизни в муниципалитете. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Неподалеку от деревни Жапкино строится жилой комплекс, получивший название «Живописный». Несмотря на то, что здесь возведены только два корпуса, в одном из них открылся детский сад, рассчитанный на посещение 130 детей. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров приехал на объект, чтобы поздравить с началом работы сотрудников учреждения, родителей и, конечно, маленьких непосед. Его сопровождала наша съемочная группа. Глядя на этот уютный двор и не скажешь, что за его пределами ведутся строительные работы. Впрочем, логистика здесь устроена так, что к этим двум корпусам подъезд совершенно безопасен. В одном из них и расположился детский сад, в котором уже вовсю кипит творческая и игровая жизнь. Детский сад расположен в ЖК «Живописный», который возводится недалеко от деревни Жапкино. Он рассчитан на посещение 130 детей, но пока в него записано чуть больше 70 дошколят, проживающих в расположенных поблизости микрорайонах «Видный город», «Усадьба Суханова» и «Государев дом». Очень хороший сад, достаточно красивый, уютный, находится в таком уютном месте, живописном. Вокруг лес. Нам очень здесь понравилось. По пути на работу завожусь сюда, еду дальше при выезде уже на МКАД. Как раз очень удобно мне завести его сюда и поехать дальше. Также и на обратном пути. Торжественная церемония, посвященная открытию детского сада, прошла в музыкально-спортивном зале учреждения. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров выразил благодарность представителям компаний-застройщика жилого комплекса. Хочу поблагодарить строителей за своевременную сдачу этого детского сада. И, конечно же, я уверен, что и другие социальные объекты в этих микрорайонах также будут вами с опережением срока вводиться, потому что в нашем городском округе достаточно большой запрос на социальную инфраструктуру. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 6 групп для детей от 2 до 7 лет. Ребятам тесно здесь не будет. Общая площадь здания почти полторы тысячи квадратных метров. Поздравляем наш любимый детский сад! Пусть радушно принимает он и взрослых, и ребят! По окончании торжественной части для гостей провели небольшую экскурсию. В саду оборудован медицинский блок, есть кабинеты для организации занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом, методический кабинет, кабинет для дополнительных занятий. Хочу вам сказать с уверенностью, сказать, что здесь детям будет очень комфортно, потому что уже на сегодняшний момент трое детей не хотели уходить сегодня домой. Так что это о многом чего говорит. Исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров отметил, что администрация муниципалитета продолжит работу с застройщиками по исполнению ими, прежде всего, взятых на себя социальных обязательств. Сначала школы, сады, поликлиники и так далее, а после этого уже жилые комплексы для нас, конечно же, это приоритет, потому что тогда, в таком случае, наши жители сразу получают не только жилье, но и готовую социальную инфраструктуру, которую не нужно ждать. На 2024 год в муниципалитете намечена большая программа по вводу объектов образования. Планируется, что всего будет открыто 6 школ и 6 детских садов. Все в новых микрорайонах. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Программа социальной ипотеки в Подмосковье будет продолжена и в 2024 году. Около 300 медицинских работников, педагогов, тренеров, ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса смогут получить жилье на льготных условиях. Проект реализуется в Московской области по инициативе губернатора с 2016 года. Регион оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы – только проценты по кредиту. За это время социальной ипотекой уже воспользовались более 1700 медработников, 575 учителей и воспитателей, более 700 молодых ученых и специалистов ОПК, 63 спортивных тренера. Напомним, что в 2023 году жилищные сертификаты получили 296 человек. Зима – время, когда заснеженные дороги и плохая видимость могут создавать трудности в передвижении пешеходов и приводить водителей в режим особой бдительности. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на дорогах. Суровые погодные условия создают сложности для передвижения жителей округа. Но за безопасностью на дорогах продолжают следить сотрудники госавтоинспекции. В рамках программы «Зимние каникулы» ГИБДД провела акцию «Ребенок-пассажир-пешеход», нацеленную на проверку соблюдения правил дорожного движения жителями округа. Автомобильная дорога – место повышенной опасности, поэтому проверка водителей является неотъемлемой в каждом рейде дорожно-патрульной службы. Спасибо за то, что соблюдаете правил дорожного движения. Вот вам такая листовочка. Я здесь напоминаю, что вы считаете, что это так? Запасы вам будут. Автолюбители отмечают – проверки сотрудников ГИБДД важны и служат напоминанием о соблюдении мер предосторожности на дорогах. Стараемся прямо с рождения детей сразу купили кресло, всегда приступили, следим за этим. Мы ничего не нарушаем, поэтому мы не боимся. Я считаю, что чем чаще проверяются, наверное, законопослушнее, что ли. Правила дорожного движения служат не только для водителей, но и для пешеходов. Сотрудники ГИБДД напомнили об этом жителям округа и вручили небольшие полезные подарки. Это возвращающий элемент. Держите, это вам подарочек. Вы влеваете либо на курточку, либо на рюкзачок. Рейд показал, что пешеходы осведомлены о правилах дорожного движения и относятся к ним со всей ответственностью. Смотрю вправо, влево, по сторонам, прежде чем полетить дорогу. А за незнание или несоблюдение правил дорожного движения придется заплатить, хотя цена собственной жизни гораздо дороже. Страх там предусмотрен до 3000 рублей. Но есть возможность родителям, которые нарушили правила дорожного движения, оплатить его с 50-процентной спиткой. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.